МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О плюсах центра и необходности притримливаться здорового ладу життя. Наш сюжет. Курение, стрессы, малорухомый лад життя, нерациональное хорчевание и лишняя вага. Причин стать пациентом кардиоцентра шмат. При том, что заниматься профилактикой кардиозахворванием, имкнуться далеко не все. Больше затое. По словах медиков, навод после операции не все притримливаются отриманных рекомендаций. Такие относины персонал вельми хвалюют. Але на якость оказания допомоги гэтефакт нияк не уплывая. Что год у центра проводятся до 1200 операций у отделений сосудистой хирургии. И коляд 450 у кардиохирургии. Утым лику на открытым сердце. В сосудистой хирургии операции все очень успешно проводятся. Осложнений практически не бывает. Смертность меньше 1%. Гомельский областный кардиоцентр установил значные ступени уникальные. Под одним дахом оказывается весь комплекс послуг. От консультации у поликлиницы до послеоперацийной реабилитации. Гэта дозволяя постоянно отримать пациента у поле зроку и оперативно оказывать необходную медицинскую допомогу. А про чат тагу отриманы опыты сучасные обстылявания. Дозволяюць не только повышать якость гэтой допомоги. Але и на ровных супрацовничать с ведущими кардиоцентрами свету. У селяки Мрази показать свои досягнения не соромно. Хоть и повышиться у инших тут так само николь не отмавлялися. Те же литонцы. У нас были россияне. Самые представительные, так сказать, из Бакулевского института. Это, как бы, считается ведущий центр российский. И у нас были лекторы из Италии, из Германии. Олег Сентюров, Максим Савин, Явген Макеенко. Телерадиокампания «Гомель». Глядите сенью в 18.53 у промым эфиры телеканала «Беларусь-3» и «Беларусь-4» новый выпуск программы «Деалог». Гость студы – намесник головного урача Гомельского областного клинического кардиологического центра Сергей Саливончик. Свои пытания можно задать по телефоне промого эфиру «Гомели» 77 68 45. До инших тем. Специализованные предприемства Хомельской области починают с реализацией кветок, які выращены специально до 8-го соковика. При этом зуликам в опыту попередних годов селета тут выращили не только повеличить объемы, але и зробили больше разнастайной колеровую гамму. Олег Сентюров знайомился с пропануемым ассортиментом. По Коммунальному сельскагосподарству унитарном предприемстве «Червоный гвоздик» нарыхтовку кветок до 8-го соковика практически завершили. В ближайшие дни они будуть заховываться в специальных холодильниках, хоть частко за их уже накеровано угодлёвую сетку. А про чатаго реализовывать кветки селета плануется так само у отповедности попередними заказами предприемств, які для своих женщин набывают практично оптовые парты. Что-то че с ассортименту, то у «Червоного гвоздику» селета пропанують у основном тюльпаны. Правда, за уникам попереднего опыту тут повеличили колькость гатунков и зробили больше разнастайной колеровую гамму. «У нас персиковый цвет в этом году, он очень актуальный, новый, свежий, он такой с желтинкой немного, яркий весенний. А так у нас розовый красивый цвет, очень он такой алый, новый сорт – это пинк реал. Вот белые, белый тюльпан у нас с каёмкой, с розовой, тоже модное новое введение». По словах людей, які реализують кветки, на перейдень 8-го соковика цены повеличатся, але не вельми значно. Конкуренция великая, товар може просто сапсоваться. По кудже, теж хризантемы продаюць у середням по 40 тысяч за кветку, гвоздики – по 25. Самые дорогие ружи, правда, и тут есть выбор от 40 до 80. «Будай, самый бюджетный вариант – тюльпаны. Три кветки можна набыть за 50 тысяч, але купляйць и вот такие ружи по 80 тысяч за кветку, причём некоторые набываюць, а одразу целые букеты». На думку реализаторов купляць кветки на перейдень 8-го соковика мужчины будуть обовязково, хоть шмат, кто сегодня даёт перевагу больше практичным подарункам, але и романтиков ящик хапаю. «Мы надеемся, что праздник весны будет, праздником весны, и мужчины проснутся и пойдут к нам за цветами, потому что, ну, как же без надежды в нашей ситуации, правильно?» Увогуле подарунки на жаночий день у гомели на любой густ. Аматорам нечего незвычайного, например, пропонуюць кветку натуральной сухой бавовны за 120 тысяч. У двоя меж – каштоя привезенная с Голланды и Бруния, якую можно заховыць некаких годов. Сярод экзотичных, а так само – сухие мандарыны. Их набываюць по некаких штук и дорыць у вазах. У одной из кветковых крам кажуць об отриманном заказе на букет за 4 миллионы рублёв, але додаюць, что гэта всё ж таки редкий выпадок. Калей уключыць фантазию, можно выбрать подарунок боштанны, хоть так само незвычайны, выключена для самой каханны. Очень много заказов на флаурбоксы. Это коробки ручной работы внутри цветы. Мы туда ложим ещё французское печенье, макаронс. Потом много заказов у нас мишки ручной работы с цветами. Ну, как бы, в заказах большинство экзотических, интересных букетов и интересных работ. Амаль 500 гектаров замежной земли на территории Добуржского района захавалася в зоне отселения. Гэта эксклау Российской Федерации. Знаходится он, прикладно, у 800 метрах от державной мяжи. У гэтым месты довольно часто природоховники затрымливают российских браконьеров. Так было и в опошнем выпадку. Медвежа Санькова относится до Вышкалского городского поселища Злынковского района Бранцкой в области. Гэтый администрационный остров площадью 5 квадратных километров з усих боков окружены территории Беларуси. Менавито тут и проводилися контрольно-полевые мероприемства наших природоховников суместно с их российскими коллегами. У 41-м квартале Гомельского лясництва на забруженной мясцовости помежек с клавами державной мяжой с Россией были испынены два позадорожники. Ауто с регистрационными номерами Московской в области. У машинах знаходилися 3 человеки по прописце два жихары Москвы, третий с подмосковных Одинцова. По выглядзе усе трое поляуничая. При доглядзе багажных отсеков обе двух машин забитых живел альбу следу у криви не знайшлося. А лишь бы увывленный инш и так само незаконный груз. Великий боекомплект самых розных патронов пад на разную и гладкоствольную сброю. Потым высветлилась, что стрельбы до границы и далей пешком доставили сябры затриманных. А лишь изной дзенагапры громадянах России достатково для сурьезных юридичных наступств сбоку белорусского законодавства. Было обнаружено больше ста патронов различных калибров, как к гладкоствольному, так и к нарезному охотничьему оружию. В следствии этого на место была вызвана группа Добружского РУВД. Все охотничьи патроны изъяты. Изъяты также два джипа, принадлежащие данным гражданам. Изъяты и помещены на штрафстоянку Добружского РУВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы максимальным сроком до 7 лет. У студии телерадиокомпании Гомель ведется активный здымочный процесс нового сезона викторыны «Размовляем по белорусску». Для матра уродной мовы редакторы программы рыхтуют свежие заданни, запрашают цикавых удельников. Среди их ансамбли народной музыки «Бяседа». И кипер от концерта на гомельской сцене завитал у студию «Размовляем по белорусску». Я буду отказываться. Давайте. На малюнку мы бачим кэтянян. Цяброство удельников ансамбля с викторыной «Размовляем по белорусску» почалося год назад по час акции «Любить Беларусь» уходя в андроуке с бяседой. И вось коллектив уже у гомельской студии прагна жадая перемоги у гульни по белорусску, подыходящи до пытанья увядучая Алины Траценко творча. Уже на протягу 25 годов белорусская слово и песня щиро гучать звусно у артыстов, які по майстерску выконвают свои номары не только у Беларуси, але и за ее межами. На запрашении редактора у принятию делу белорусской телевикторыне артысты худко погодилися, темболь, што два удельники ансамбля Светлана Суседчыки Валентин Кириленко про дженцы Гомельской в области. Оригинальный выпуск передачи «Размовляем по белорусску» с беседой глядите у опошнюю суботу красавика на телеканале Беларусь 3. Циклон Зиси покинул територию Гомельщины. По назиранніх синоптиков уже сёння у 4-х один ранец Йон накрыл Могилёв зараз знаходяцца на територии России. Нагадаем, циклон на територию Гомельщины пронёс опадки. У некоторых районах в области выпав снег. У Гомелі ишли дажджи. Уже сёння синоптики областного гидрометцентра подлічили. За сутки только у Гомелі выпала две декадные нормы опадков. У ближайшие сутки по прогнозах усталююцца спокойная надворья, опадки маловерогодные. Температура ночью складе минус 3, плюс 5. Днём слупок термометра може узняцца до 8 градусов тепла. На угол першая декада сакавіка обяцая быть мяккой, чыкаецца температурная повышэння климатичной нормы до 7 градусов. И на гэтым поколю всё. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры.